Доброе утро, мои дорогие! Хорошее прям утро, не холодное. Правда, обещали сегодня пасмурную погоду, но чего-то с утра солнышко. Ну, потом может и переменится. Ой, а я хочу сегодня прям встроить выходной себе. Правда, не знаю, как это получится. Чего-то устала от вот этого делания руками. Даже не то, что я устала, очень глаза устают. Так устают глаза, зрение уже плохое. Ну, что я, у меня очки плюс три с половиной, ну, а всё это мелкое. Прям, может быть, сегодня чем-то другим заняться. Ну, надо подумать, да. В аптеку мне надо съездить. А, вот ещё чего, забыла. Мне очень девочки часто пишут, как там Егорка. Егорка хорошо, в школу ходит, ну, с мамой, с сестрой. Всё хорошо у него. А, я вам фоточку выложу сейчас. Вот. Ну, конечно, сложно. Болгарская школа, вот это вот, другой язык. Конечно, сложно. Никто не говорит, что легко. Ну, ничего. Ничего. Всё хорошо будет. Всё наладится. И язык выучится. И всё будет хорошо. Так, ну, ладно. Я ещё кофе не пила. Давайте, мои золотые, включаем новый день. А, у меня уже веночек висит. Вот, на крыльце. Мне вон девочки пишут. Вы их срежьте, они уже не зацветут. В вазочки пусть стоят. Да. С моим анархистом только ещё вазочек поставить. И так, девчонки, всё. К потолку подвешено. Живу вообще какой-то кошмар. Понабивала гвоздей, всё, что можно. Он воет на крыльце. Я его вынесла на улицу. Говорю, иди подыши воздухом. Погуляй. Он сидит, завывает. Где не надо, он храбрец. Где надо, такой трусиха. Достала машинку, а хотела ведь устроить выходной. Но не получается. Надо много чего подремонтировать, зашить, подзашить, подшить. Ну, тоже ведь надо. Руки-то не доходят до этого. А вещи лежат, висят. Не ходишь в них. Ну, так что, потом вам покажу. Уже и тут что-то строят. Вот это довольно давно уже. Не, итальянская деревня, понятно. А вот здание-то. Это здание давно-то. Ну, в том году уже построено было. Вот стоит. И так. Не даем. Ну, опять начали доделывать. А что, я смотрю, это похоже, что будет. Ой. Что-то такое будет. Морюшко. Ага. Сегодня море. Так, ничего, но только то, что вот это берег. Кушель-то этот. Кутида. Ну, да. А тут магазины. А там, видишь, что там разбирают. Что-то кран было своего дерева. А остатки завода-то? Да. Там будут вот эти типы итальянской деревни. Тоже строить будут. Да. Ну, теперь что-то. Со временем все застроят. Вон, что делается. Строится и строится. Будет как в той же Болгарии. Просто так к берегу не пройдешь. Одни отели. Со временем все будет. А вот тут где-то на Сигнальной жили Смирновы. Ты не знаешь, что такие? Да. Вот такое. Красота какая. Вот видите как. Только хотел. У него у тебя девки. Две дочки. А его жена такая беленькая, толстая была. Ну, я-то его не знаю. Я знал ее. Я забыл как это. Ну, не важно. Я с ним работал. Я еще молодым был. С армией пришел. Он был механиком. Нет, это было до 20 лет. А я все, я все думала у тебя спросить. Знаешь ты такого? Знаю, знаю. Улицу знаю, где этот. Знаю, где-то на углу они там были. Так я тоже думаю, что знаешь. Вы тут местные и все друг друга знаете. Как листочки падают. Все равно, ты сколько тут живешь? Лет 40? Да. Больше, наверное. Больше. Если так разобраться, я с 72 года. Ну. Ну, я там был командир овощным. Там что-то так вот. Почти 50 лет. Нет, 76 года надо брать где-то. 75-го, да, 75-го. Это Юлька у меня 76-го года родилась. Дочка. И в 76-м году я тут пришел на квартиру, перешел. Пришел там по квартирам мы с ней. Там пожили, там пожили, а потом одна Лена. Ну, меня, говорит, Толик, иди посмотри. Ну, я пошел, посмотрел. Ну, живи пока, говорит. Мам, мы все равно все равно. Продавать будем. А что ты хочешь? Ну, вот именно, тысяча рублей, советский день. У меня тысяча рублей на книжке было, как ясно. Сладко. Сладко. Мы проводим комплексный аудио- и видеорекламный... Так. Толик по каким-то улицам возит. Какой. Я говорю, только подумала ему позвонить. Думаю, сейчас Толику позвоню. А он мне сам звонит. Говорит, а вот, ходи. Сегодня потеплей. Прям чувствуется. Да, я хотел куртку свою нормальную. Утром я прогулки делаю. Четыре часа встал, походил. Нормально было. А это какой черт я эту шубу одел, я не знаю. Ну, сегодня не сильно холодно. Шесть градусов и седьмон. А сейчас по... Десять градусов, ты видишь? Нет, ну, хорошая походка. Десять градусов. Так, это мы уже в Новосельское приехали. Гуси, козы. Так, чтобы мы не проехали тут. Я знаю, что тут поворот. Я в этот поворот... Проскакиваешь? Я той стороной. Да. Ну, вот, заодно и покаталась по Черноморскому. Так, держи. Ну что, вот сегодня, да, тепло. Десять градусов. Но ветер... Чумачечий. Нет, это еще не сам ветер. Он такими порывами, то вроде ничего-ничего потом ка-даст. Как хорошо, когда на улице тепло. Ну, пусть всего десять градусов. Но после плюс трех и пяти это уже прям тепло. Спасибо, мои дорогие, за комментарии, за ваши. Да, я понимаю все. Я понимаю, что котенок, да, растет. Но вы бы видели, у меня все подвешено к потолку. И он все равно находит, что ему натворить. Я уже не рада, правда. Он такой, знаете, вот как дети есть, гиперактивный. Он не может секунды вот на руках посидеть. Он просто кусается, грызет, его несет куда-то. Он вот... Ой, это ужас какой-то. Это ужас. Какой-то невоспитуемый. Вот были ж... Сколько у меня котов было, ну, за жизнь, да? Не знаю. Как-то мне коты спокойные попадались. Этот, ну, просто вот сорви голова. А он растет. Он все выше прыгает. Он все сильнее становится. Ну, просто вообще. Ну, что делать, да. Ну, я думаю, что он и вырастет, будет такой же. Оторва. Да. Не, хорошая погода. Прям хорошая. Была бы вся зима такая. Не знаю, я как-то... Или нужен снег и мороз, как в Мурманске, да? Ну, или хотя бы как в средней полосе. Или должно быть тепло, как на Канарах. А тут как-то не то. Не то, не сё. Да. Но все равно я понимаю, у кого сейчас там вслякоть. У кого снег тает, у кого там чего. О, понятно, что здесь, кажется, рай прям. Да не сильно рай-то. Это вот сейчас ещё ветер, ничего так, более-менее. А то такое ветрища дует. Мама, не горюй. Ну, ладно, пойду к своему... к своему... к ребёнку. Ой, как хорошо. И день-то был тёплый. И закат-то какой красивый. И успела сегодня за день много. И по черноморскому столикам прокатилась. Красота. Я всё вспоминаю летом, когда Наташа-нумеролог приезжала. И вот она мне посчитала там, да, год вот этот мой. Ну, вот после моего дня рождения. Год. И говорит, у тебя должен быть каждый день как подвиг. Ведь и так и получается. Если я что-то не делаю, ну, не делаю, значит, я или там что-то приболела. Ну, всякие бывают обстоятельства. Или дела какие-то другие. А так вот, правда. Как подвиг. Каждый день. Работаешь, работаешь, делаешь, делаешь. Да? Нет, чтобы сидеть себе спокойно. Досмотреть телевизор. Нет. Ну, я по-другому-то и не умею, собственно говоря. Неспокойная душа. Ой, как красиво прям солнышко. То зайдёт за облачко, то выйдет. Ладно, мои золотые. Давайте прощаться до завтра. Пойду хоть поужинаю, да маленько это самое. А что-то надо посуду помыть, да. Ну так. А то я всё ковыряюсь, ковыряюсь, то с цементом, то с украшениями, то с этими... Ой, к Новому году. Совсем всё запустила, конечно. Ну что сделаешь? Человек такой. Ладно, мои золотые, давайте. Хорошего вечера вам. Спокойной ночи. Спокойных снов. Чтоб ничего не болело. Да, собственно говоря, я вам каждый день желаю всего-всего. Самого хорошего. И не болейте, пожалуйста. Ну и нахрен эти болячки. Я что-то вспомнила по молодости лет. Серёжка, Маринин муж, а у меня заболел зуб. И он мне говорит, у меня есть наговор от зубов. от болезни. Вот надо вспомнила. Я так часто вспоминаю. Зубы мои, зубы, корни как у ели. Хрен вам зубы, зубы, чтобы не болеть. хен inputs. Вот, не знаю, 40 лет прошло. Так что, вот так вот. Если что, заболит, вместо зубов говорите другой орган. Да и всё, помогает. Серьезно Ладно, мои дорогие Давайте до завтра Пусть все будет хорошо Ну и пока-пока Пока, я вас всех обнимаю Субтитры сделал DimaTorzok